Слушайте доктора Здравствуйте, уважаемые гости Алкоголь это Сильно действующий психотропный яд Взывающий наркотическую зависимость Вот это определение От которого мы сегодня будем отталкивать И только от него и надо отталкиваться Да, программа называется Слушайте доктора Поэтому мы говорим именно о мнении Которые разделяют Сегодняшние мои гости Небольшая ремарка Итак, мы с Афиром обсуждали Что 4-5 тысяч лет назад Алкоголь появился Для чего люди Как они его получили И для чего они стали его развивать Культивировать и получать все новые и новые виды Есть легенды о том Первый алкоголь появился в древнем Египте Есть легенды о том Что алкоголь Ну вроде как где-то в районе Палестины Что библейское дерево На самом деле было вообще не яблоня А был финик Почему финик? Забродивший Вызывающий опьянение Есть и такая легенда Вот Ну это все Такие вещи легендарные Но если верить историкам То более-менее Массовое употребление алкоголя Все-таки началось в древней Греции Так называемое Вино философов Когда они лежали В тенистых Оливковых Попивали из чаш Попивали из чаш Слабое, а совершенно не крепленное виноградное вино И там витали в каких-то этих облаках Идей Идей, да Мири Эйдесу Дистиллят Спирт-дистиллят И крепленные спирт Ну крепленные спиртные напитки Уже появились в древнем Риме Ими поели рабов Для того, чтобы рабы были послушнее Потому что алкоголь Так-то это напиток рабов А сами пили? Римляне пили слабое вино Крепленное нет Ну а потом Когда на смену Римской империи Уже пришли варварские королевства Там диета была Мясо и вино Ну это варварские королевства Ну и дальше оно пошло Уже распространяться по миру Ну это так вкратце Да, такой краткий экскурс В историю алкогольных напитков Напитков на планете Земля у нас был Понятно, что традиции Вот пошли у нас из древней Греции Из древнего Рима Сейчас алкоголь стал довольно-таки Обыденным веществом Обыденным напитком Их сейчас огромное-огромное множество Появились куча классификаций Кому-то интересно одно У кого-то привычки одни У кого-то другие Есть разные типы алкоголя Вот, Ольга Сергеевна У меня сейчас к вам будет вопрос такой Вот расскажите Уже упомянули о том, что есть разные покрепости напитки Как-то они по-разному влияют на людей? Или всё-таки суть-то одна? Суть всё равно одна Влияют они одинаково Потому что алкоголь Он во всех напитках содержится Просто какого-то напитка Выпьешь больше Для достижения эффекта А какого-то меньше И говоря уже о стереотипах В социальных сетях Бродит множество мемов О том, что Одни напитки для одного настроения Другие напитки для другого настроения То есть сам по себе фактор алкоголя Здесь не имеет никакого значения Правильно понимаю? Правильно понимаете То есть дело именно вкуса Каких-то там подсластителей Увкуснителей Добавок И прочее Совершенно верно А бывает ли полезный алкоголь? Алкоголь Это сильный психотропный яд Бывает ли полезный яд? Есть множество мнений В зависимости от цели Существования человека Упарацель сформулировал Форму, которая в медицине есть Что любой яд может быть полезен Если соблюдать дозировку В России эту дозировку Не соблюдают Никто Практически никто На стране полезного алкоголя нет Нет Давайте разбираться Не соблюдает никто Производитель Либо те, кто потребляют Потребители Потребители, конечно То есть если у потребителя Выработана эстетика Там какая-то культура И осознание Процентовки Того, чтобы этот яд Действительно имел Погубные последствия То это допустимо И правильно понимаю Из ваших слов? Польза алкоголя Только в одном Это хороший яд Для наружного употребления То есть мы уже в передачах Это обсуждали То есть для дезинфекционных средств Да, действительно Алкоголь обладает Хорошими обеззараживающими свойствами То есть для обработки раны Для обработки каких-то инструментов Для обработки еще чего-то Для наружного употребления Для внутреннего употребления Это нейротропный яд Яд Один из самых токсичных ядов Для нашей нервной системы То есть в любом количестве С любыми вкусовыми добавками В любых концентрациях Но этот яд Растворяет наш мозг Самый интеллектуальный Не самый интеллектуальный Он его растворяет Вопрос в том Сколько человек готов заплатить Ну каким кусочком своего мозга Человек готов заплатить За употребление А можно выбрать каким? Ну в магазинах-то да Можно выбрать Вы имеете в виду процентом Да, каким от мозга? Ну да Да, то есть если значит пол-литра То это соответственно Одна часть мозга отмирает Если литра То там и большая часть мозга отмирает Ну если чуть-чуть поменьше То понятно, что поменьше Но если это будет регулярно То понемножку-понемножечку Но часть мозга будет все равно Частички мозга будут отмирать Отмирать, отмирать и отмирать При любом напитке Это нейротропный яд Давайте теперь коснемся Такой темы Да вы сказали, что в России И невозможно Чтобы это было Ну более или менее Ну в нынешней России В нынешней России А остальное и мир Мы прекрасно знаем, что есть страны Где доля употребления алкоголя Гораздо выше, чем в России Как же они выживают? Как же они еще не выродились? Ну как они не выродились? Если говорить об Италии и Франции Где употребление алкоголя На душу населения больше Да, там пьют И которых нам приводят Что вот они пьют Хорошее виноградное вино У них чистые сосуды И так далее Там крепкая Типа сердечная система Может быть у них Сердечная система И покрепче немножечко Чем у россиян Вот Но от цирроза печени Смертность у них выше Чем в России От алкогольного цирроза печени Смертность у них выше Чем в России Поэтому полезного Нейротропного яда Под названием алкоголь Нет И не бывает В любых расфасовках В любых названиях С любыми вкусовыми добавками То есть даже Благородное Виноградное вино С южных берегов Шестьдесят первого Босиндушного первого Да Романьяк Там Сицилианское Сардинское Неважно какое Оно вызывается Роспечени Так же как обычная Русская водка Еще раз уточни Любые пропорции Если это будет Скажем так Ну как любят говорить Букальчик вина Раз в неделю По пятницам После трудового дня Ну раз в неделю По пятницам После трудового дня Это алкоголизм Это первая стадия Я прав Ну смотря сколько вина Если не более 100 миллилитров Каждую неделю 100 миллилитров Вина Но в России Это невозможно Я сразу говорю У нас бокальчик В неделю приходит мысль Почему я пью по 100 миллилитров Давай я буду пить по 200 Через месяц приходит мысль Что надо уже и по 300 Да И думают Хуже то не будет Это жизнь Давайте не будем врать Ну на самом деле так Это факт Я все-таки верю в людей Что они смогут Как-то себя остановить Когда Не могут Когда будет диагноз Как минимум Это нейротробный яд Вызывающий Сильную наркотическую зависимость Сильную наркотическую зависимость То есть после там 15-10 употреблений Начинается зависимость Наркотическая зависимость Она заставляет человека Принимать этот яд регулярно И дозу постепенно увеличивать И все Человек слабое существо В него можно верить Но человек слабое существо Так алкоголизм Страшная вещь в России Это очень страшная вещь в России Вот сейчас будет Новый год Количество употреблений Хотят шампанское разрешить Продавать ночью С употреблением алкоголя Возрастет число Замерзаний на улице Количество смертей То есть вот вроде бы весело Шампанское Люди будут замерзать И умирать Это статистика Которая ежегодно повторяется? Да Это статистика Которая повторяется ежегодно С возрастанием количества Алкоголя в холодное время Возрастание смертей По-моему в 5 раз Неплохо так Поэтому о чем мы говорим Какие там 100 грамм Давайте подробнее остановимся На психологических проблемах И начнем как раз С зависимости Ольга Сергеевна Правда ли, что Женский алкоголизм Опять-таки Переходя к стереотипам Гораздо страшнее Чем мужской Конечно Потому что у женщин Фермента Расщепляющего алкоголь Как бы вам сказать Его меньше И он медленнее Чем у мужчин Откуда у мужчин Столько ферментов Ну у мужчин у нас У них вообще Всего больше Ну я не имею в виду Мозг Конечно Об этом будет Наша следующая программа Так Поэтому у женщин Формируется зависимость Намного быстрее У них и привыкание Быстрее И Как вам сказать Лечение тоже Процесс лечения Протекает сложнее Чем у мужчин Дольше То есть Если женщина ушла Во вторую стадию Алкоголизма То Вылечить ее Очень сложно Давайте о стадиях Подробнее Они я так понимаю Что универсальные Да Три стадии Алкоголизма Выделяют Первая стадия В России Да Это психологическая Зависимость Вторая стадия Физическая Зависимость И третья стадия Уже терминальная Конечная стадия Деградации Личности Ну это Которая вот Собирает бутылки Это вот как Дмитрий Леонидович Сказал Что когда мозг Растворяется Но это не совсем так Появляются в мозге Образно выражение Очаги Которые замещает И у человека Возникает слабоумие Алкогольное Вот это Третья стадия Их стадии По улицам Много таких ходят Да-да-да Они ходят Вот среди нас Ходят-ходят Вы вот расскажите Мне пожалуйста Вот что Вы сказали В России Так классификации Приняты А в других странах На западе Немножечко Там у них Другие подходы А у американцев Особенно Да у них Все другое Конечно У них культура Употребления Алкоголя То есть у них Нет необходимости Выделять Нет у них есть У них тоже есть необходимости У них виски пьют Тоже И ром у них пьют Ну извините У них Алкоголь-то и другого качества Надо полагать У них немножко другой подход Давайте мы пока Про них не будем Но на западе Могут быть и другие Классификации Ясно Потом еще Если что К этому вернемся К стадиям Еще пару слов Три стадии Можно я про женский алкоголизм Тоже скажу С психологической точки зрения Значит Алкоголь Вообще Напиток Неженский считается Вот Социальное ожидание Вот общество Если Мужчины Мужчину общество Социально как-то оправдывает Ну что Как же это Ну допустимо Ну выпил Выпил немножечко Ну как бы Устал Ну с друзьями пошел Там Ну пивка пропустили Социальное ожидание В принципе Мужик может выпить То женщина пить Не должна Социально Ну обществом Как бы не одобряется Пьющая женщина Нет Если женщина Встала на этот путь Она в принципе В себе Как в женщине Расписалась Понимаете И возвращать ее На этот путь Намного сложнее Непонятно Непонятно Понятно Социально Да Что вот Есть стереотипы Поведенческие Есть какие-то Вот Общепринятые мысли Тенденции Но с физической А по биохимии По биохимии Алкоголь Он все-таки Немножечко Похож По механизму Воздействия У тех На те стрессовые гормоны Которые запускаются В мужском организме Ну во время Стрессовой ситуации У женщин Немножко ситуация Другая То есть по биохимии Если мужчина Выпивает алкоголь Он входит в состояние Стресса Где там надо Или драться Или там Чего-то надо делать Но он попадает В стрессовую ситуацию Которая Для которой То есть процесс Лишь ускоряется Да То есть мужской организм В принципе К этому готов Женский организм К этому не готов Вообще Там биохимия Вся другая Если женщина Начинает употреблять Алкоголь Она себя Как женщину Ломает То есть это все Это уже Это очень серьезно И поэтому Женский алкоголин Конечно лечить Очень тяжело Ломает Давайте еще Поясним В каком отношении То есть она переходит На мужскую модель Поведения Да Если посмотреть На женщину Алкоголика Ну вот как Ольга Северна сказала На третьей стадии Она очень похожа На мужчину Да Размытые черты То есть она То ли мужчина То ли женщина И такое вот что-то Интересно Никогда не думала Об этой связи Да Ну хорошо В смысле плохо конечно Так идем дальше Стадия Еще пара слов Первая стадия Это психологическое привыкание Как оно формируется Когда оно формируется Сколько нужно Не знаю Выпить Чтобы оно сформировалось Ну Это понятие Размытые Сколько нужно выпить Всех по-разному Или есть какие-то Тенденции вообще Вообще психическая Первая стадия Психической зависимости Формируется Когда человек Вот употребил алкоголь Ему понравилось Он употребляет дальше Потом Он ищет поводы Чтобы еще и еще Употреблять Ну то есть То есть какие-нибудь Дни рождения Праздники Свадьбы Если этих поводов нет То он придумывает себе Стресс Устал на работе Довела жена Ну или муж В женском случае Вот И постоянно Между этим делом Появляются мысли Об алкоголе Вот он сидит И мучается Целый день Пока не выпьет Когда выпьет Он чувствует Удовлетворение Но потом он чувствует У него появляется Чувство вины То есть это тот самый Случай Когда Скажем так В гости Без Я только формально выражаюсь Без бутылки Не приходишь Когда Любой праздник Сопряжен с алкоголем Любой отдых Сопряжен с алкоголем Я скажу Значит Мы говорили Про американскую классификацию У американцев Я нашел Такую вещь Она в России Конечно не очень признается Но У них Есть определение Если человек Употребляет алкоголь Чаще 12 раз в году То его в принципе Можно потенциально считать Алкоголиком Уже все То есть раз в месяц Раз в месяц Да Аргументируют они так Раз в месяц Все равно бывают праздники Если человек употребляет Хотя бы раз в месяц Алкоголь Он не умеет радоваться Без алкоголя Вот Это очень хороший фактор А сейчас мы посчитаем У нас будет Новый год Рождество Десять дней Рождество Заметь Десять Нет Вера погодите Новый год Ну не все же Десять дней Рождество Святой же праздник Ну в кавычках Ну вот Я уже немножко Может быть Простите Дорогие радиослушатели Ну вот Старый новый год Крещение Ну как же Вся же вода святая Ну я ироничная Но вот пациенты Вот такое говорят Китайский новый год День святого Валентина Двадцать третий февраля А как не поздравить мужчин Восьмое марта Потом у нас Пасха идет Потом у нас Первый май Девятое мая Мы уже одиннадцать набрали День космонавтики Еще пропусти День космонавтики Так Ну там кто день Ленинского комсомола Отмечает То не отмечает Потом лето Там начинается Мы еще не считали Дни рождения Потом начинаются Профессиональные праздники День того-то День того-то День того-то Полный комплект И у нас есть уже психологическая зависимость И первая стадия То есть если человек способен пропустить Скажем так Без алкоголя прожить какой-то праздник То он еще может жить Нормально Он сейчас Вне этой квалификации Но если ему это тяжело очень И он потом все равно это восполнит То все равно можно говорить О психологической зависимости И тут ведь возникает дальше вопрос Совсем страшный Радикальный такой вопрос Я не знаю Вырежем Мы его не вырежем Но Сейчас посмотрим Пациенты говорят Как А ведь тогда получается Почти все алкоголики Ну Не вырежем Давайте дальше Продолжаем Так получается что да Мы живем в стране Которая очень сильно поражена алкоголизм То есть это у нас У нас алкогольная эпидемия Это мы еще про сигареты сами не разговаривали Почему мы собственно и пришли Потому что это дело Надо останавливать Конечно да Ситуация все таки меняется У нас к счастью Все таки и программы какие-то работают И антипропаганда уже есть И так далее И запрет хотя бы рекламы Реклама алкоголя По крайней мере Вы думаете это помогает? Конечно помогает Нет Пить стали меньше Крепкие алкогольные напитки Потребление по сравнению С 90-ми годами упало в три раза Ну не в три раза А по-моему на 70 процентов Как-то вот так вот Правда выросло потребление Пивной Пиво выросло И вин Но тут еще ценовая политика Хорошо действует Ну да Вот Но это работает Все равно работает Но у нас да У нас алкогольная эпидемия Вот если вещи называть своими именами Да Ну потому что вот давайте Будем реалистами У нас будет Новый год У нас будет Рождество У нас будет Старый Новый год Можно конечно На конкуренции Можно будет выйти на улицу И посмотреть чего и как И потом прийти на прием к врачам И посмотреть с чем люди будут сидеть И какие они будут сидеть Ну все традиции нам просто предписывают В новогоднюю ночь встречать шампански Ну без этого никак У нас Извините президент даже С бокалом А в это последнее время нет Нет В последнее время нет Вот хорошо А раньше Раньше да Да у нас президент В 96 году Отплясывал с Евгением Осиным На сцене Да Явно он был под градусом Вот И сейчас этого президента нет И он умер в том числе От последствий Алкоголя И сам Евгений Осиным Недавно умер тоже От последствий алкоголя Времена были тяжелые Выживали как могли Давайте продолжим Про квалификацию То есть если Человек сам за собой замечает Либо его близкие замечают Что без рюмочки Не пройдет ни один праздник Как минимум Это уже повод Такой вот звоночек Обратить на эту проблему внимание Следующий этап Вы говорили Что это уже физиологическая Физическая зависимость Физическая зависимость Поясните пожалуйста Ольга Сергеевна Что это такое Ну физическая зависимость Это совсем просто Когда уже алкоголь Ввязывается в метаболические процессы И он необходим организму Для нормальной жизнедеятельности В обмен веществ Да Соответственно у человека Тогда уже Вот самый-то Какой у нас критерий Физической зависимости Появление синдрома Обстиненции И вот не похмельный синдром Ни в коем случае Это ломка какая-то Да Можно и так сказать Что это алкогольная ломка Для ее облегчения Человеку необходимо Выпить Ну принять дозу Чтобы алкоголь Поступил в организм И человек начал нормально Что-то вообще делать Ясно Теперь что мы с этим Можем делать Если Время к первому этапу Если обнаружена Алкогольная зависимость Еще на первом этапе Какими способами Какими путями Из этой ситуации выходить На первом этапе На первом этапе Когда мы говорим Только о психологической зависимости Основа Ой, извините Основа лечения Алкогольной зависимости Это надо Чтобы человек сам признал Что у него есть проблема Потому что очень многие Идут в отрицание У меня нет проблемы Я когда захочу Я тогда справлюсь Да что ты Ну или к жене Отвечают Да что ты ко мне Предстаешь Да я не алкоголик Что ты тут сочиняешь И так далее Пока человека Когда его не признают Любые усилия Бессмысленные Он должен признать Что у него проблема есть А как же кодирование? Так он должен Прийти Ну это уже радикальная мера И на первой стадии Никто не приходит Он если не признает Он не придет Даже если его жена Притащит Да Сильно Он уйдет Совершенно верно И кодирование Может быть Малоэффективно Если человек Все-таки Проблему не признает Если для себя Он сам еще пока не решил Поэтому первый шаг Это признание Этой проблемы Это уже большой плюс На первом этапе Можно еще самостоятельно Без какого-то Медикаментозного Врачей Самостоятельно Эту проблему решить Методом Уменьшения Дозировки Методом полного Исключения Только полного Никаких уменьшений Дозировки Быть не может То есть Если человек Решает Не пить То он должен Не пить совсем Кодироваться Не кодироваться Не важно То есть Если Все То все А что такое Кодировка Расскажите Ольга Сергеевна Как это работает Ну Кодирование Оно бывает Нескольких видов Но мы уже Не будем так Углубляться Ну в общих чертах Да Что это Это когда Человек Лишается Алкоголя Несколькими методами Либо это Химический метод Когда вводится Определенный препарат Ну например Торпеда Внутривенно Ну или другими Какими-то способами В качестве Подшивания И При взаимодействии С алкоголем Какая-то Отрицательная реакция У человека Будут очень негативные Последствия Очень сильно Отрицательная реакция Влоть до летального Исхода Еще есть психологические Методы кодирования Подождите Подождите Влоть до летального Человек об этом знает Хорошо Конечно Он получает Специальный документ Который носит Всегда при себе Даже когда поступает В поликлинику В стационар У него всегда есть Что ему нельзя Что ему введен Данный препарат Некоторые берут Расписки о том Что они предупреждены О том что им вообще нельзя То есть они сами На себя берут Ответственность Там и так далее Нет там серьезно Если до такого уже дошло То есть до подшивания То это очень все серьезно Это все делается Безусловно осознанно Конечно Согласия пациента Но если вдруг Так получается Поэтому на эти вещи Без осознания у себя Проблемы идти нельзя То есть он признает Да у меня есть проблемы Мне надо помочь Я сам не могу справиться Но всегда может быть Влияние какого-то Внешнего фактора Утрировать даже Элементарные конфеты С ликером Есть такая Индейская притча В человеке борются Всегда Ну старый индейский шаман Учил Значит в человеке Всегда борются два волка Один светлый Один темный Один ведет К злу К тьме К ненависти А второй ведет К свету К добру К счастью Вот В результате Ну вот они постоянно Борются в человеке Какой в конце концов Волк победит Ну как бы вы ответили Решает сам человек Какой волк Вот Того Какого волка Человек будет кормить Тот волк В нем и победит Поэтому Если Человек выбирает Внешние обстоятельства Которые будут кормить Темного волка Там никакой Ни психиатр-нарколог Ни жена Там никто не поможет Если человек все-таки Выберет кормить Светлого волка Это я понимаю Я говорю Что Ну Друзья подшутили Кто-то подсунул что-то Подлил Какой-нибудь там Популярный Бальзамчик В чай В этом случае Что происходит с человеком У которого Вот есть После того Как человек встал На путь трезвости Ему предстоит Очень сильно Пересмотреть Круг своих взаимоотношений Потому что Образ жизни Будет меняться Во-первых Появится очень много Свободного времени Которое Надо будет занять Ой как это сложно В современном мире Сказал я А вот сложно Вот сложно Как сказал Иешуа В мастере Маргарите Пунтио Пилату Твоя жизнь Скучная Гемон Вот И Люди же Пьют еще Из-за чего Их жизнь скучная Они не занимаются Интересным делом А интересным делом Интересные дела Они как правило Сопряжены С трудностями Которые проще Заместить алкоголь Конечно Поэтому Те друзья Которые раньше Кормили темного волка Они уже Человеку будут Не помогать И от них Надо будет уходить Это тяжелый Да Это следующий Тяжелый шаг Когда выясняется Что 50% А иногда вообще И 90% Если не 100% Окружения Уходит Человек может Остаться Руслели Это были Это были Собутыльники Те которые Не остаются Это были Собутыльники Хорошо Про первый Вариант Мы рассказали Что это Подшивание Либо какое-то Ведение Химических Не Психологическую Это зависимость Подшивание Не надо На психологической Зависимости Там достаточно Иногда бывает Просто бесед И самоосознание То есть психологическое Это зависимость Все-таки Первый способ Да Который мы Прочислили Да Способы Там уже Да Ну и второй способ Это психологическое Воздействие Либо это гипноз Либо его варианты То есть гипноз Который По методу Довженко Скажем так Сугестивные техники Да Совершенно То есть это не совсем гипноз Вот это Все равно Какие-то Внушения Внушения Да Одним словом А что Понятно Что первый Прям работает Сто процентно Способ Насколько Эффективно Внушение Эффективно Ну во-первых Это очень много Зависит от того Насколько человек Готов Насколько человек Готов кормить Своего светлого волка Вот Если он Да Действительно готов И он встал На этот путь Серьезно То иногда Бывает достаточно Одной-двух Хороших бесед Со специалистом Если он Не готов кормить Светлого волка Ну тут Тут уже ничего Не поможет И данные Два метода Которых мы говорили Они Лучше всего На втором этапе Когда идет Физическая зависимость То алкоголя Ну они на всех Наверное Этапах В принципе Можно даже Выбраться Из третьего этапа С терминального Вот Про третий Терминальный этап У меня Есть один Знакомый Он музыкант В свое время Был известный Он допился До того Что ему Однажды Ну в общем Там совсем Была деградация Он допился До того Что однажды Ему явилась Богородица И так это Его проняло На третий Уже Почти Тенот Он как и Женя Осень практически был Вот Он живет За границей Сейчас он поет В хоре В церкви Вот Не употребляет Совершенно У него семья То есть Само вот это явление Которое ему Ну то есть Человека да Проняло На третьей стадии Он сам себе Из этой ситуации Вывел Да То есть Для него Это было Вообще Очень Потрясение 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 Очень сильное Да Вот с этим У меня Следующий вопрос Я конечно Не знакома С вашим другом Да И желаю ему Всяческих благ В любом случае В организме И как вы говорили В головном мозге Идут изменения Да В процессе употребления Чем больше Конечно Употребляется Тем больше А эта ситуация С Богородицей Если ее рассматривать То что он потом Вот так ударился В православную религию Столпить в хоре Это ведь тоже Он не в православную Ударился В протестантскую Протестантскую Да Прошу прощения Это ведь тоже Говорится Что Господь Это спасение Может послать В любой ситуации Любому То есть видимо Все таки Да Очень хочется Становиться подробнее На всех Психологических Зависимостях И Изменениях Которые с человеком Происходят Но мы скорее всего Сегодня уже Это не успеем сделать Давайте еще Обобщим информацию Которую мы сегодня С вами вместе Выяснили Обсудили Да Это вот именно Что такое алкоголизм Давайте еще раз Такое резюме Что такое алкоголизм И Собственно С чем человек Сталкивается В процессе Вот такой вот Ситуации Жизни Это тяжелое Хроническое заболевание Которое вызывается Регулярным употреблением Нейротропного яда Вызывающего Наркотическую зависимость Очень хорошая фраза Прозвучала Что Ну не в России В других странах По квалификации Если человек Не умеет радоваться Иначе Как с алкоголем То он уже считается Алкоголиком Да Если говорить С химической точки зрения Алкоголь Получается Что замещает Человеку Вот эти вот Моменты Радости Настоящего Искреннего Неподдельного счастья Ольга Сергеевна Не уточнила Вера Смотрите У нас основное Питательное вещество Мозга Это глюкоза Она утилизируется В организме За шесть реакций Реакции с чем? С алкоголем? Нет Глюкоза Сахар Она расщепляется До энергии Цепочка расщепления Глюкозы В энергию Это шесть реакций Да простят меня Учителя По биохимии Ну по-моему шесть Вот Алкоголь Расщепляется До энергии В две реакции То есть Организму Гораздо быстро Проще Проще Вот Из-за чего Кстати При длительном употреблении Алкоголя Иногда Почему происходит Ожирение печени Потому что И не нужно трудиться Такое количество энергии Оно не нужно Оно достается легко И оно не нужно И постепенно Алкоголь Замещает сахар В этих метаболических Цепочках Вот что такое В общем-то Привыкание Вот это уже Физическое Это привыкание То есть Он становится Заместителем Сахара Главным источником Энергии Почему он выпил И почувствовал Силы То есть Уже не радость То есть Море по колено Нет Не море по колено Ему просто Физически стало легче У него силы Появились И энергии Приток Мы с вами не поймем Это вторая Стадия Это вторая стадия Если бы мы поняли У нас была бы вторая стадия Это не радость Это знаете Это когда Вот все болит Мышцы болят Усталось А выпил И все прошло И прошло Ну вот что я и говорила Для нормальной жизнедеятельности Потому что он получил энергию Легкую и дешевую Но которая вытесняет Нормальные биохимические процессы Нормальные биохимические процессы В организме В противовес этому Давайте расскажем Тогда как получает Организм На самом деле Энергию от обычных Продуктов Вещей Женедеятельности Обычных Сахар То есть все Что бы мы не ели Оно так или иначе Как-то переводится В сахар И сахар потом Расщепляется до энергии Ну вода Углекислый газ Но тоже в разумных количествах Да Ну наш головной мозг Питается только сахаром Он вообще больше Ничем другим не питается Нет Нет Не надо есть чистый рафинированный сахар Вот этот вот сахарный песок Вот так вот Да В больших количествах Это ведь не полезно Он не так эффективен А сахар который находится Во фруктах Который нужно еще добывать Сложные углеводы Да-да-да Сложные углеводы Они вполне Хороши Для организма Вот на этой положительной ноте Пожалуй мы и закончим Будем есть больше фруктов Да Чтобы наш головной мозг Получил как можно больше сахара Хорошего, полезного, эффективного И будем кормить светлого волка И будем кормить светлого волка Конечно же Потому что в этом Это возможность Как-то дожить нам До светлых времен Новогодние праздники Потратить на светлые, умные, полезные дела Которые ведут к личному сному росту Да И находить вот эти вот самые дела Их на самом деле огромное множество И в городе Порадовать близких Порадовать жену Порадовать детей Родителей Порадоваться Порадоваться самому В первую очередь Без химических Без химических Межательства Да Инородных напитков Да и так Это была программа Слушайте доктора Начали мы обсуждать Очень важную тему Эта тема Алкоголя И его влияние На организм человека Сегодня Было положено начало Был базис Мы разобрались С тем Что такое алкоголизм Как он влияет На людей На органы На мозг В частности Да В этом нам помогли Ольга Сергеевна Степанова Психиатр Нарколог Афлоцентра И Дмитрий Леонидович Батагов Главный врач Кировского Афлоцентра Спасибо большое Уважаемые гости Надеюсь Что эта тема У нас с вами Будет продолжена Спасибо Спасибо Будьте здоровы Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь У специалиста